Мы на полях компании Кафрэш продолжаем знакомство с салатами компании БАС в селекции НУНЫМС. На этом поле представлен наш сорт Романа, сорт Скала. Салат отличается высокой устойчивостью к краевым ожогам и стрелкованию. Как отмечают фермеры не только этого региона, этот сорт можно выращивать круглый год. Он пригоден как для нарезки, так и для свежего рынка. Снова здравствуйте. Сейчас мы находимся на грядке Скала Романа. С этим Романом мы познакомились в прошлом году. Очень сильно мне понравился этот сорт. Понравился по многим факторам. Первое. Он не образует качан, тем самым он гибкий в плане того, что его можно поддержать какое-то время на грядке несрезанном, увеличить срок реализации его. Второе. Плотность самого листа достаточно плотная. Когда его начинаешь фасовать, он не травмируется. Это очень важно для фасовки. В прошлом году, как я говорил, мы оттестировали данный сорт, и он себя показал с лучшей стороны. Почему я выбрал именно этот сорт? Объясню. Первое, на что я обратил внимание, это форма качана. Мне она очень понравилась. Она не образует сам качан. Он такой развернутый, розочкой я его называю. И он мне очень нравится. Он был более устойчив к, первое, к краевому ожогу, некрозу и даже, я сказал бы, к альтернариозу. Альтернарии я на нем встречал очень мало. Хотя обработки мы делали, что с другими сортами, что с этим сортом одинаковые. На нем я этого увидел гораздо меньше, чем на других сортах. Еще один из критериев – это бактериоз. Бактериоз тоже встречался очень мало на нем. А были этапы, где его практически не было. В этом году я выращивал этот салат в 13 этапах посадки. В каждом этапе посадки мы высеивали 40 тысяч семян. Очень хорошо себя показала 6-я, 7-я и 8-я посадка. Это просто изумительно. Помимо фасовки, преимущества, которые я вам только что рассказал, у нее еще есть большое преимущество в плане переработки. И для этого мы пригласили специалиста «Белой дачи», компания, которая занимается переработкой, шинковкой и обработкой данного салата уже непосредственно в нарезанном состоянии. И Сергей, наверное, вам сейчас все расскажет. Павел, как вы и сказали, этот сорт главным образом нам подходит для нарезки. Для нарезки также важна очень сильно плотность листа. Он будет и дальше в этой технологической цепи себя вести лучшим образом. дольше будет лежать на полках, в смесях. Вы знаете, мы делаем разные смеси. Есть моносмесь Романа, которую добавляют в салат. Как вы и сказали, Павел, данный сорт себя характеризует как сорт с очень плотным листом. Плюс он будет лучше себя вести в нарезке. То есть, когда мы выкладываем на полку, он будет дольше храниться в упаковке, в наших смесях. И моно есть культура. Ну что, Павел, посмотрим, как он выглядит внутри у нас. Маленькая кочерыжка. О чем это говорит? То, что у нас на заводе будет минимальный брак. Как мы принимаем продукцию? То есть, завод на себя берет, грубо говоря, 17% от объема кочана веса. Да, вот сейчас, если мы взвесим его, примерно 300 грамм. Здесь мы видим, что салат не имеет никаких повреждений физических и механических. Кочерыжка у нас маленькая. То есть, она даже не будет составлять 17%. Ну а помимо нарезки, шинковку, он еще и годен для фреш-продаж. Ну вот, давайте посмотрим его. Как мы его готовим во фреш? Снимаем вот эти нижние околоплодные листья. Очищаем от грязи. Зачищаем кочерыгу. Вот. Вот в данном состоянии он абсолютно готов для продажи во фреш. Самый главный критерий, который обращают внимание при приемке в магазинах, это краевые ожоги на вот этих вот листочках. Это вот самое главное. Наличие или отсутствие вредителей вот внутри листов обязательно, внутри розетки. Она должна быть абсолютно чистой. На кочерыгу, о том, что она должна быть светлой, незаветренной. Вот. И в целом на внешний вид. То есть, по этим всем критериям данный продукт, он проходит. Ну и самый главный критерий для магазина и преимущество данного салата, это вес кочана. Он должен быть 350+. Вот, давайте взвесим данный кочан. Данный кочан весит 395 грамм. Сегодня мы видим наш салат «Скала» в северных регионах Московской области. Но он великолепно растет и в Краснодарском крае, и в Астраханской области. Мы продолжим знакомиться с ним и в тех регионах. Продолжение следует...